Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube. И я очень рада вернуться в офисе, снимать для вас видео. Кто не знает, я была на отдыхе. Я была на самом деле три с половиной или около трех недель. Была в Таиланде, в совершенно другом климате, в совершенно другой атмосфере. Я полностью перезарядилась, теперь готова отдавать, 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 отдавать вам суперполезные знания. Поэтому без лишних предисловий, а вы знаете, я умею делать предисловие, мы сразу будем с вами стартовать. И эта тема супер актуальна. Эта тема об гардеробе для отпуска, но островного отпуска. Потому что очень многие спрашивали, что я с собой брала. И в целом, вы можете увидеть, что я с собой брала или что я надевала в большинстве своем в моем инстаграме. Но я бы хотела сделать такой небольшой гид, потому что я обычно для своих клиентов составляю, как капсулу для островного отпуска, и чем он отличается, почему важны те или иные вещи или материалы использовать, надевать, брать с собой, как сочетать и все другие элементы, которые могут быть вам интересны. Естественно, если вам важно посмотреть на то, какие у меня образы были, просто посмотрите в мой инстаграм. Парочку образов я сейчас тоже кину на экран, чтобы вы видели, как приблизительно выглядели мои наряды на отдыхе на самой. Давайте сразу вам с вами будем стартовать. И первое, о чем мы поговорим, это почему отдых на острове отличаются основные особенности одежды для него. Как обычно, я напоминаю, что у меня всегда подготовлены заранее планы. Если я куда-то смотрю, и это не на вас, я смотрю сюда. Собственно, когда вы собираете свой гардероб на отдых в европейском каком-то городе или просто в месте, где будете в городе прохаживаться, нужно понимать, что это обычно не та территория, где вы будете потом бегать по пляжу. Обычно это разделенные два элемента, за исключением таких городов прибрежных, как, например, Барселона. И то, по Барселоне, обычно вы ходите в чем-то более городском и просто берете себе на сменку купальник. Когда же вы находитесь на острове, островной отдых, это могут быть Мальдивы, это могут быть Самуэн, на котором я была, остров, это может быть любой другой остров Таиланда, это Бали и так далее. Меняется не только климат, но и сами условия, потому что по факту, я не знаю, для тех, кто из вас не был на этих островах, вы ходите, если Мальдивы, то это вообще небольшой такой островочек, который можно обойти за минут 20-25-30, и вы там одни с группой людей, которые там тоже отдыхают, и там нет города как такового. Если мы говорим, например, про Самуэль или про Бали, у вас есть городская часть, есть магазины, но они все равно не типично европейские магазины, и все в большинстве своем, туристы, которые вы будете видеть, будут тоже ходить в очень таких легких вещах, которые не жалко, с одной стороны. С другой стороны, очень важный момент, это те вещи, которые можно легко снять, если вы находитесь после этого на пляже, поэтому один из основных элементов это то, чтобы вещи были трансформируемыми. Это значит, что, например, это может быть, мы, конечно же, не говорим о какой-то стандартной там одежде совсем пляжной, парео, потому что все-таки в городе вы хотите больше прикрыться, тем более из уважения к местному населению, если вы будете в какие-то храмы заходить или заведения, все-таки нужно прикрыться, не ходить просто в супер коротких, да, шортах, или не ходить в каком-то легком полупрозрачном парео, просто потому что это mutual respect. Но, тем не менее, вам нужно, чтобы одежду было легко снимать, поэтому какие-то ваши классические супер сумасшедшие легкие шелковые платья, какими бы красивыми они не были, чаще всего будут не очень применимы на островном отдыхе. Более того, вам будет не очень комфортно, потому что климат чаще всего влажный, а влажность всегда более жарко ощущается, чем сухой климат, и жарко само по себе, то есть высокие температуры. Вам будет хотеться снять это все как можно быстрее, вам будет хотеться максимально оголиться, поэтому изначально берем те вещи, в которые будет комфортно и в такую погоду, и в которые вы сможете быстро снять на пляже или надеть. О конкретных вещах мы еще поговорим, сейчас обсудим основные правила, которые нужно соблюдать, поэтому вещи, которые очень деликатные, вещи, которые будут носиться с каблуками, более вечерние можно взять парочку, максимум, все остальное оставляйте в городе или для европейского отдыха или городского какого-то отдыха, потому что на острове по факту вот все мои клиенты, кто меня не слушал, и в результате брал с собой какие-то сумасшедшие вечерние платья или очень какие-то с ручной работой, вышивкой, скройные вещи, однозначно городские, они их там не носили, потому что тебе хочется что-то просто набросить, чтобы оно не прилипало к твоему телу, ничего не происходило. Дальше, как я уже говорила, влажность и соответственно материалы, основные материалы, которые вам захочется носить в том числе и на месте вы это поймете, это лен и хлопок. Это не должен быть стопроцентный лен, точнее не обязательно, это может быть лен с примесью хлопка или других материалов, это может быть лен с примесью вискозы. Вискоза неплохой материал сам по себе, хоть и менее, условно, ненатуральный, из натурального волокна, но ненатуральным способом созданный. В общем, это длительный процесс объяснения, тем не менее, вискоза может быть, но все-таки я бы отдавала предпочтение вот совсем дышащим таким хлопку и льну, потому что в них очень комфортно, потому что они как раз для влажного клиента созданы, они лишнюю влагу в себя отбирают и дают коже дышать, что очень важно. Вы не представляете, как вам тяжело будет в полиэстеровых каких-то платьях ходить, вы будете хотеть это сразу же снять посреди города, что, конечно же, нежелательно в большинстве своем. Поэтому, если вы, конечно, не на вилле находитесь, поэтому выбираем натуральные материалы, и вы увидите из сегодняшнего видео, что есть огромное количество изделий, которые созданы из таких материалов. Более того, чтобы вы понимали, те изделия, которые в этом видео я вам покажу, конкретные примеры, все аналоги можно найти в любом ценовом сегменте при вашем желании. Это может быть и люкс, и масс-маркет, и среднеценовой сегмент, и гиперлюкс, и даже на секунде вы можете найти такие вещи. Поэтому не стоит привязываться к ценнику и думать, что ага, лен, хлопок, все, значит, 100% это будут какие-то очень дорогие изделия. Дальше, по цветовой гамме, по опыту, опять же, флора и фауна в этих местах достаточно яркая сама по себе. Мы говорим про Мальдивы, мы говорим про Таиланд, мы говорим с вами про Шри-Ланку, мы говорим с вами про Бали. Там зеленые насыщенные оттенки растений, там голубейшее небо, красивейшая вода. И все это настолько контрастное, что в основном будет хотеться, и красивее все будет смотреться, в том числе на фотографиях, потому что сейчас время, когда все думают, в том числе, как они будут выглядеть на фотографиях. Красивее всего будут смотреться более натуральные какие-то, более приглушенные тона, чтобы не конкурировать с насыщенностью флора и фауны, которая вас окружает. Это просто мой совет. Безусловно, вы для себя выбираете, какие оттенки вы берете на отдых, но вот это вот мой совет по оттенкам. Дальше. То, что я очень советую, это, опять же, практические моменты из опыта своего, из опыта своих клиентов. При желании, при возможности, в большинстве своем берите ручную кладь. Одну ручную кладь для вас, другую для вашего молодого человека, мужа, whatever, семьи. Ручная кладь, это суперудобно, потому что вы ее положили на полку, вы потом ее сняли и поехали. Вам не нужно ждать выдачи багажа, ваш багаж не потеряется, что достаточно часто, к сожалению, бывает, а это очень прискорбно. И в целом вы обнаружите, особенно если мы говорим про Бали, потому что само это не столь правдиво, там редко вы найдете очень классные стильные магазины со стильной одеждой, а вот на Бали это просто огромнейшее изобилие вещей, которые можно прямо там купить, это при желании. Но я вам гарантирую, что в большинстве своем вам понадобится около 70 позиций даже на месяц. Вы их потом будете, естественно, стирать, менять местами. Больше вам, в принципе, не понадобится. То есть 70 луков, которые вы будете варьировать, а их можно собрать из еще меньшего количества вещей, которые однозначно по опыту помещаются в ручную кладь. Большинство своих клиентов я перевела на поездки с ручной кладью, даже на такие длительные поездки. И это win-win situation, когда вы получаете и комфорт того, что вы не задерживаетесь в аэропорту, вам не нужно ждать багаж, и комфорт того, что вы из небольшого количества вещей создаете большое количество комплекта. Вы для себя будете, безусловно, выбирать, как поступать в этой ситуации, но гардероб, который я вам сегодня покажу, такой примерный, это гардероб, который 100% помещается в ручную кладь для вашего же удобства и изличного опыта. Дальше давайте с вами поговорим, собственно, о том, что мы берем для этого отдыха. И нужно понимать, что я исключаю вещи, в которых вы будете лететь. Если вы летите из зимнего климата, то сейчас, например, в момент, когда я снимаю это видео, из зимнего климата вы летите, допустим, на отдых куда-то, то как раз надеваете на себя те вещи, которые самые плотные, теплые, а потом, по мере необходимости, снимаете их. Я обычно лечу в каких-то кроссовках или кедах, в которых буду потом перемещаться или тренироваться на отдыхе. Я обычно лечу в каком-то варианте спортивных штанов или леггинсов, которые очень легко снять, в которых комфортно, особенно на такие длительные перелеты, спать, это очень важно. Либо вы с собой берете какую-то пижамку, либо просто летите в леггинсах, которые очень-очень лобильные. Это значит, что вам не придется, у вас желудок не загнется пополам. Если вы летите, например, в джинсах, это нереально. Я не представляю, как лететь в джинсах по факту, потому что они все равно сковывают движение. Особенно, если вы хотите уснуть на 10-часовом перелете, это практически невозможно. Поэтому очень советую леггинсы, какую-то футболку какую-то. Я всегда беру с собой такую куртку Uniqlo, которая складывается в маленький пакетик. Она очень комфортна здесь в городе. Вы потом ее сложили, и они забыли на весь отдых, а обратно надели, когда летите обратно. И какую-то вариацию шали или большого шарфа, который вы сможете использовать на протяжении всего отдыха. И да, он вам понадобится. Хотя многие, когда я говорила, в том числе в своем видео с покупками про вот эту кашемировую пончу, все такие, боже мой, зачем оно вам нужно? Вы там его не будете использовать. Поверьте, бывают прохладные вечера и на Бали, и на Самой. Бывают моменты, когда гроза или дождь. Бывают моменты, когда однозначно вам станет прохладно в самолете. Вам что-то захочется под голову подложить. Возьмите один шарф, он вам очень поможет. Вот это вы все надеваете в самолет, и потом с собой берете только те фактические вещи, которые будете там носить. В нашем варианте мы идем от вещей и дальше аксессуары. Первое из них это вот такое платье. И вообще длину я очень советую в Миндии. Самая классная длина, самая универсальная подходит для всех каких-то храмов и святынь, куда вы будете заходить. Иногда есть ограничения в том, что вы можете надевать. Она очень женственная, она совсем сочетается с каблуком небольшим, если захотите его с собой взять, хотя я не советую брать с собой каблук на островной отдых. И с низким ходом, и с кедами, и с шлепками, и с босоножками, и со всем чем угодно. Первый из них это такая небольшая роба молочная. Это молочный оттенок очень универсальный. Вот эту вот робу очень легко надевать на купальник. Это принцип, по которому мы руководствуем себя по отношению ко всем вещам. Эта роба будет сочетаться и с босоножками, которые вы потом увидите, и с любой другой обувью, и с кедами. Она сочетается по нейтральной палитре со всеми другими аксессуарами в вашем гардеробе. Очень стильная, классно смотрится. Дальше у нас есть суперкрутое платье. Это в данном случае платье-слипер, которое можно носить как надев на плечи, точно так же и спустив, и оголив плечи. За секунду надевается поверх купальника, при этом прекрасно смотрится в городе. Очень легко трансформируется в домашнюю одежду, и легко трансформируется в более вечерний вариант, или коктейльный, или вам куда-то нужно сходить в бар или местный ресторан. Он прекрасно смотрится, с небольшим клачем хорошо будет смотреться. Еще один вариант, это вот самое такое утонченное платье, которое при этом работает и для дня. Я бы советовала черный цвет убрать, если мы говорим про дневные платья. Мы можем взять как раз более такой мягкий коричневый как вариант, потому что черный достаточно жаркий сам по себе, солнце жарит, вам жарко. В данном случае это коричневый, очень красивый, со сборкой. Это, кстати, платье Zara, оно мне очень нравится, и оно у меня есть в гардеробе. В данное платье можно сочетать на день и с соломенной сумкой, и с босоножками, и со шлепками, и на пляже можно надевать, и просто в город, и на вечер с небольшим каблуком при желании его также можно надеть. Дальше у нас есть юбка. Юбка, опять же, нейтрального оттенка, мы сможем увидеть, что это общая тема нашей капсулы, потому что все друг с другом прекрасно сочетается. При желании на месте, если заходите в чего-то яркое, вы сможете это приобрести. Но практически вот на 99% гарантирую вам, что вам не захочется больше ничего докупать, потому что все будет очень рабочим, и, если честно, большинство моих клиентов в результате вообще носят практически одно и то же платье на протяжении всего отдыха. Они всегда ходят в купальниках, допустим, на пляже, и накидывают на себя одно-два платья. Все, поэтому 150 одежек вам точно не понадобится. Дальше у нас есть вот эта юбка, которая прекрасно будет работать со всеми купальниками. Ты просто натянул поверх купальника юбку, и все, ты уже можешь в таком виде, например, зайти в прибрежный какой-то бар или ресторан, и тебе не будет дискомфортно, потому что ты в купальнике сидишь в заведении. И с этой юбкой будут прекрасно сочетаться любые футболки. Я советую взять несколько футболок, желательно 3-4, которые вы будете менять, стирать, более нейтральные или спринт. Тут уже по вашему желанию. Это могут быть, как я уже говорила, нейтральные оттенки, могут быть более яркие. Дальше еще из одежды и одежды у нас есть шорты. Это могут быть для нее шорты хлопковые шорты или джинсовые. При желании джинсовые самые плотные, обычно в них достаточно жарко, поэтому если вы берете джинсовые шорты, не берите шорты в обливку, берите более свободные. Я решила пойти нестандартным путем и предложить вам молочный, опять же, оттенок, который более мягкий, красивый, стильный. И на фотографиях лучше будет смотреться, и в жизни в целом будет сочетаться с большинством вашего гардероба. И с таким вот грубым поясом в виде моряцкого узла он хорошо смотрится. И поверх купальниковых их легко можно натянуть. И опять же, вы уже готовы куда-нибудь идти перекусить после пляжа, после отдыха на пляже. И со всеми другими аксессуарами он в вашей капсуле сочетается. Дальше переходим. У нас есть платок. Я советую брать один платок, один головной убор вот такого формата, который будет красиво смотреться со всеми вещами в вашей капсуле, и при этом будет защищать голову. Платок это альтернатива любым шляпам соломенным. И соломенные шляпы я не советую брать с собой. Я советую их покупать на месте. Потому что в любой точке островного отдыха вы найдете офигенные классные соломенные шляпы за копейки. Не нужно ее тянуть с собой и придумывать, как ее с собой вести, хотя это тоже отдельная задача. Поэтому берите с собой платок, он красиво смотрится, женственно и очень необычно. И не постарушечье, как многие почему-то думают. Дальше переходим к купальникам. У нас есть два купальника. Я советую всегда брать один раздельный, минималистичный, для того, чтобы хорошо загореть при желании. И один интересный, слитный, который будет красиво смотреться, в том числе на вас, на фотографиях, более комфортный, возможно, для активных волн. Потому что иногда, когда очень сильные волны, такое может быть и на Самуи, и на Бали, допустим, на Шри-Ланке в том числе, купальник иногда может снести в море, а нам бы этого не хотелось. Дальше у нас есть такой аксессуар, как браслет. Можно взять один браслет максимум. Я, в принципе, с собой советую брать, опять же, минимум аксессуаров на месте их приобретать. Они дешевые, классные, очень стильные и очень вписываются в данный конкретный отдых. Не берите с собой очень драгоценные какие-то изделия. Я просто не советую, потому что не хотелось бы потерять часы за 6-7 тысяч долларов, если у вас есть таковые в волнах, или чтобы на них, не знаю, отпечатались, допустим, влажные руки. Они тоже могут повредить металл ваших часов и любые другие дорогие украшения. Просто не берите с собой. И, в принципе, если есть что-то очень ценное, даже из одежды, если у вас есть какое-то дорогое платье, которое вы думаете брать или не брать, не берите, не берите его с собой на островной отдых, Бали, Саму. Это чуть более такие пыльные, грязные точки. Вы можете проходить через какие-то бугры, через какие-то лужи, все что угодно. Дождливый сезон, хоть заканчивается, но дождь может пойти в любую минуту, поэтому не хотелось бы разрушить ваши вещи. Дальше у нас есть одни шлепанцы, такие вьетнамочки. Они могут быть и для пляжа, но они достаточно стильно выглядят и в городе, и по этому поводу можете не волноваться. Есть очень легкие, и что очень важно, все эти вещи, в основном, которые я вам показываю, это вещи, которые будут легкими и поместятся, и ничего практически не будут весить и занимать в вашей ручной кладе. Вот такие нейтральные бежевые босоножки, которые как римские сандалии, они очень классно смотрятся, со всем сочетаются, легко на стопе фиксируются и очень стильные. Дальше у нас есть одна соломенная сумка, ее можно брать с собой, а как я уже говорила, можно на месте покупать. Таковы всегда есть на островных каких-то точках. Одна из сумка через плечо, которую можно носить еще и как латч, молочная, под кожу крокодила. Она мне очень нравится, она прекрасно сочетается всеми другими элементами вашего гардероба. У нас есть рюкзак, который вы можете просто взять с собой, в него все, что нужно сложить, ноутбук и так далее, взять его с собой в самолет, поэтому это, опять же, элиминируется из нашей капсулы. И в результате вы получаете вот такую функциональную капсулу, в которой у нас есть варианты и для верха, и для вечера, и для дня, и для пляжа. И футболки сочетаются и с шортами, и с юбками. И платья все сочетаются и с более вечерней, если вы хотите взять с собой еще обувь на небольшом каком-то каблуке, минималистичную, и на пляж, и с дневным вариантом обуви, и с кедами, в том числе, в которых вы, например, будете лететь. И посмотрите, насколько все классно смотрится, при этом все остается в нейтральной палитре. Безусловно, вы для себя решаете, какую палитру выбирать. Быть может, вам хочется чуть более ярких оттенков. Единственное, что я хотела бы еще добавить, это очки. Чем меньше фактически какая-то вещь, то есть это аксессуары те или иные, или сумочки, тем больше вы этого можете взять. И тот же принцип действует для вещей. Если это вещь, которая много объема занимает в вашем чемодане, я бы все-таки предпочла ей две другие, которые более легкие. Например, тоненький лен или тоненький хлопок занимает меньше места, чем какая-то объемная вещь с декоративными деталями. Достаточно часто еще вещь с вышивкой больше места занимает, потому что она объемная. Поэтому, опять же, вы можете взять две пары очков, три пары очков, и под настроение их менять тоже в нейтральной какой-то цветовой гамме. Тут можно уже поиграться, тут можно взять с зеленой правой, тут можно взять с черепашьей правой, которая прекрасно будет смотреться с нашим гардеробом на отдых и дополнять его. И если вы хотите как-то расширять вот эту вот капсулу, я бы советовала в первую очередь обратить внимание на еще парочку просто футболок и один вариант низа, чтобы больше было возможности варьировать, чем просто еще одно платье. Потому что платье, по факту, оно будет менее разнообразно и функционально. Поэтому вот этого количества платьев, я честно говорю, считаю, что их вполне достаточно. Хочу напомнить также, что абсолютно все ссылки на вещи из данного видео будут под этим видео в инфобоксе. Сдавайте вопросы, если у вас какие-то появились по поводу данной капсулы, по поводу того, что может быть у вас есть какой-то частный случай, или вы хотите получить совет по поводу конкретного отдыха на конкретном острове. Делитесь своим опытом, что вы, когда отдыхали на тех или иных островах, брали с собой и поняли, что это просто незаменимая вещь. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня!